Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Климчук. И сегодня мы с вами поговорим о том, как сэкономить на заработное платье, а также дать возможность заработать вашим работникам намного больше, чем они сейчас получают. Для этого нужно просто взять и рассчитать именно собственнику бизнеса, а не бухгалтеру, потому что зачастую собственники бизнеса просто не умеют считать. Поэтому мы сейчас перейдем непосредственно к простым расчетам. Которые покажут вам, насколько важно все-таки считать ваши расходы, не только доходы, но и расходы. Мы возьмем для расчета фонда платы труда 50 тысяч рублей в месяц. Человек думает, что 50 тысяч рублей минус подоходить налог 13%, соответственно, я получу на руки 43 500 рублей. Но для того, чтобы человек получил именно вот эту заработную плату 43 500 рублей, компания должна еще добавить 15 тысяч рублей. Итого фонд оплаты труда будет составлять порядка 65 тысяч рублей. Какие есть отчисления, вы видите в табличке. Это ПФР, ФСС, это фонд социального страхования, и ФОМС, это фонд обязательного медицинского страхования. Все-таки для того, чтобы выплатить заработную плату, это некие, скажем так, ожидания работника, что он получит 50 тысяч минус подоходный налог. Но на самом деле фонд оплаты труда, его намного выше. То есть он минимум, например, должен быть здесь вот в данном случае 65 тысяч рублей. Все-таки как рассчитывает бизнес, когда принимают людей на работу? А это сейчас вот перейдем мы непосредственно к реальности, и я вам покажу на тех же примерах, на той же заработной плате 50 тысяч рублей, как в итоге считает бухгалтер. При заработной плате 50 тысяч рублей человек уже не получает 43 тысячи 500, потому что фонд оплаты труда не меняется. То есть, грубо говоря, бизнес запланировал расходы порядка 50 тысяч рублей, поэтому нужно максимальным образом удержать заработные платы работника для того, чтобы фонд оплаты труда не превышал 50 тысяч рублей. И что же в итоге-то получает работник? Работник думает, что ему заплатят 50 тысяч рублей, и на руки он получит 43 тысячи 500, 51 рубль. Государство думает прежде всего о себе, и поэтому 43% вашего дохода обязательно забирает государство, куда оно будет тратить. Это уже, в принципе, скажем так, оно определяет, но на сегодняшний момент вы тратите 43% из вашей заработной платы. Какое вообще есть решение для того, чтобы взять и снизить вот эту налоговую ставку, чтобы не платить 43%, потому что все-таки это получается достаточно большая часть вашего дохода, которая просто уходит каким-то людям, скажем так, для чего-то, для осуществления какой-то своей хозяйственной деятельности. Первое правило банкир всегда защищает свои финансы, и если вы пренебрежительно относитесь к своим финансам, то, соответственно, вам никогда не будет хватать денег. Если вы отдаете 43% вашего дохода, как сэкономить? Сейчас я вам просто покажу, потому что действительно, если грамотно использовать финансовые инструменты, налоговые инструменты, то можно в годовом выражении сэкономить порядка 120 тысяч. А как я это получил, сейчас я вам покажу. Прежде всего, у нас есть фонд оплаты труда. Когда бухгалтер садится и начисляет, чтобы вы понимали, то вы не получаете 50 тысяч рублей, вы получаете заведомо меньше, потому что 12 месяц кто-то вам должен выплатить. Ни одно предприятие не платит из своего кармана. Ну, это как бы логично. Соответственно, на фонд оплаты труда берется во внимание, если надо платить человеку 50 тысяч рублей в месяц, а 12 месяц его нужно отправить в отпуск, то, соответственно, нужно удержать просто из его заработной платы на протяжении 11 месяцев. Поэтому в данной таблице здесь представлены расчеты, когда человек работает на протяжении 11 месяцев и 12 месяцев у него держит. Что здесь вообще такое представлено? Здесь очень много-много цифр, кто скажет, блин, да очень страшно. Если применить ту же систему на отчисление, то получится, что в реальности человек при его фонде оплате труда в 600 тысяч, то есть мы сейчас уже берем серьезных цифров, то есть когда мы переходим годовым, не просто месяц, а переходим годовым отчислениям, то получается, что фонд оплаты его труда 600 тысяч рублей, и на руки он получает не так, как он хочет 522 тысячи, если 600 тысяч отнимите 13%, это получится 522 тысячи, а на руки он получает 400 тысяч и 520 рублей. Как же все-таки сэкономить? Сэкономить можно очень просто. Если у вашего работника зарплата выше 30 тысяч рублей, вы должны его уволить. Для чего это делается? Для того, чтобы ваш работник все-таки начал принимать решения, а также нести полную ответственность за то, что он делает, за то, что он является высококачественным специалистом. Если он не является таковым, ну уж извините, такого человека нужно избавляться, заменяя его совершенно другим специалистом, который соответствует действительности, либо отправлять человека на обучение. То есть вот есть два варианта, и если человек не там, не там ничего не хочет делать, ну да, действительно, ему придется распрощаться. Как в итоге взять и сэкономить? Если при обычном начислении налогов и отчислении на обычный фонд оплаты труда, если работник работает на организации, то он платит НДФЛ, ПФР, ФСС и ФОМС, то в случае индивидуальный предприниматель, он платит ПФР, ФОМС, и вычеты, которые равняются 6% до 300 тысяч и 7%, если это уже свыше 300 тысяч доход. Этот же работник при этом же фонде оплате труда, если он будет индивидуальным предпринимателем, с учетом всех отчислений и налогов, он получит на руки 524 тысяч. Это чистая прибыль 524 тысяч. То есть если работник у вас является, то есть вашим работником непосредственно в вашей организации, то он получает 401 тысячу, а если же он оформляется ДДФЛ предпринимателем и работает также на вашем предприятии, он будет получать 524 тысяч. И таким, друзья, казалось бы, простым решением взять и рассчитать в табличке все расходы и доходы вашего работника приведет к тому, что у вас может поменяться система взаимодействия. И, соответственно, когда к вам будут приходить налогов, то есть вы можете сказать, ребят, у нас вот есть работники, которые работают по ауссорсингу, которые выполняют определенный объем работы, и мы с ним перечисляем. И это на самом деле очень простая система, и она, кстати, очень понятна. Система расчетов, которая как раз вот и позволяет всем понимать, сколько стоит его труд и какие налоги он платит. А те предприниматели, которые в ближайшее время переведут своих сотрудников именно в эту форму взаимодействия, когда есть организации, когда есть индивидуальные предприниматели, те сразу выиграют. И выиграют они достаточно серьезно за счет того, что у них будет идти снижение расходов, а у их работников появится мотивация за счет того, что они стали все-таки получать немножко, ну хотя бы больше. Если вы действительно хотите каких-то перемен, если вы хотите, чтобы ваша компания росла и выживала именно в конкурентной борьбе, нужно все-таки считать, считать и еще раз считать. Потому что бизнес – это все-таки когда вы можете описать полностью, оцифровать все ваши бизнес-процессы, и вы сможете все-таки проконтролировать, в какой точке вы находитесь. Потому что без цифр трудно понять, где вы находитесь, в каком состоянии. Либо вы падаете вниз, либо вы растете. И вот здесь вот как раз нужны цифры. Поэтому применяйте цифры. На этом все. Спасибо. Всем пока.